Прошедшие 11 сентября в Тверской области выборы можно считать состоявшимися, сообщает региональная избирательная комиссия. Напомню, что в 15 муниципалитетах, в том числе и в областной столице, выбирали депутатов местных парламентов. Явка составила около 17,5% по региону и почти 13% по Твери. Все 265 мандатов замещены, из них 220 достались представителям партии «Единая Россия», 35 самовыдвиженцам, 5 коммунистам и 4 справедливороссам. Самая крупная избирательная кампания была в Тверскую городскую думу. Здесь за 25 мандатов боролись 172 кандидата от 8 политических партий. По итогам голосования все места в городском парламенте займут представители правящей партии. Они получили наибольший процент голосов избирателей. Однако избранный уже на второй срок депутат Дмитрий Нечаев считает, что в данном случае важна больше не партийная принадлежность, а деловые качества самих кандидатов. Я верю в то, что новый состав будет работать еще более продуктивно. И 9-й созыв Тверской городской думы не словами, а делом докажет свою работоспособность. «Единая Россия» — это, как ее называют, партия власти. У нее выстроена вертикаль. Депутаты от «Единой России» работают и с администрацией городской, и областной, и со старшими коллегами законодательного собрания, Государственной думы. Нужно отметить, что почти треть нового созыва думы «врачи» больше всего голосов в процентном соотношении набрал на втором избирательном участке главный врач областной больницы Сергей Козлов. Чуть меньше 57% — его коллега Наталья Павлюк. В лидерах также Ирина Терюкова, Ольга Устинова, Екатерина Глебова и Дмитрий Нечаев. Это более чем убедительная победа кандидатов. Достойные результаты показали и другие кандидаты, среди которых также немало представителей медицины, в том числе и те, кто избирается впервые. Врачи показали обществу свою основательность, свое отношение к людям, усилили доверие к ним. Наверное, население сейчас стало больше доверять медицинским работникам. Пандемия, наверное, тоже сыграла определенную роль, потому что были на праймере «Единую Россию» и представители не только медицины и другие, но тем не менее, в основном, население поддержало врачей. Также среди новых депутатов значатся учителя, предприниматели, журналисты, работники муниципальных предприятий и представители других профессий. Уже в ближайшие дни состоится первое заседание нового созыва. Депутатам предстоит выбрать нового главу города Твери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова